В свое время такое было, что бы пробиться на телевидении, Пивун пел, и не только песни, потому как телевидение работало. Сегодня ситуация другая. Пивун напел, но песен 20-30, заказал копеечку и получает. По-моему, бред. Вы попробуйте на телевидении попахать. И, вернувшись на круги своя, ты, конечно, может быть и круче-крутоус, но что бы без видео? Да пусть обрех ты. Всегда и везде есть только клипы. А в клипах работает крутой оператор и еще лучше крутой в виде инженер. К слову, о крутости. К вашему сожалению, да и лучше взять самого крутого перца и сделать. А затем в работу включается эфир. Я, как крендель, практически живущий с видео, то есть опыт работы, и это более чем 22 года скажу. И для России то конкретно. Постольку-поскольку мало кто живет в эфире больше, мы определимся с целью. Что нормальная раскрутка, и это когда ты в телеке 6 месяцев. А дальше фраерство. Сколько чудиков было? Ну, сколько. Сколько их осталось? Мизерно мало. Остальные влачат убого, жалкое существование. Нет, конечно, небольшое количество дебилов есть. Но больших и правильных перцев нет и не будет. Теперь работа отката. Полгода это супер. Дальше типа вы крутые, но писец крадется. А дальше бороздец. И бороздец конченый. Но вы типа крутые, можете заказать дебилов. А такие и есть. С опытом работы менее 2-3 лет. Без мыслей великих тива покажу и все. Вот все так и заканчивается. Потому что их не смотрят. И вам туда же и в ту же степь. Но хочется круто. Но вы швырнули. И процесс отката денег стоит больших. А денег-то и нет. Просрали вы все. Дурачки вы наши из бизнеса, в котором 95% таковых. Продолжение следует.